Что-то, Леш, ты спрашивал? Я что-то пропустил немножко. А, я увидел, я зашел в ссылку, короче, к MVP этой игры. А, короче, и, ну, у нас из 15 игр, которые мы играли в Among, мирные победили 14, вот, и при этом там были игры, знаешь, где мафы, типа, ушли по очереди, там, короче, была одна игра, где был маф раз и кто-то еще, и они проиграли игру за 15 секунд. То есть за 15 секунд мы выяснили, кто оба, короче, мафы, вот, и в итоге, знаешь, типа, в итоге ты уже не парился, ну, типа, знаешь, там, ты на мафе не паришься, ты просто пытаешься за вот это вот, ну, пока бегаешь, ты просто пытаешься зарубить как можно больше мирных, чтобы очки получить, вот, поэтому... Ну, короче, по-нормальному там, наверное, надо, да, чтобы никто не стримил и не было видно, кто и постил, да? Ну, это на самом деле не важно, потому что там именно, короче, если мирные играют трайхардно и жестко, а мы играли трайхардно и жестко, там у черных шансов на определенной карте вообще никаких нет, на какой-то там, типа, мизерные есть, поэтому как бы сложно. Ну, мне в первую очередь было бы интересно посмотреть какой-то состав, в котором будут не только, короче, не только это будет, там, знаешь, какой-то магистрейт, а это будут и крутые игроки, и при этом крутые игроки из онлайна, там, из киберспорта и так далее, и посмотреть, получится ли заметчить или нет, потому что все-таки за 6 игр разброс и рандом, он очень большой. Ну и плюс, мне кажется, это хорошая идея посмотреть на большой действительно дистанции, там, игр в 18-20, как работает система начисления баллов PlayMafia в том числе, потому что сейчас самый большой формат, это, типа, 10 игр за день в рамках Минора. Да, мы на большей дистанции не видели, как это начисление баллов работает, и, знаешь, там, сравнить по-субъективному, да, потому что, ну, за 6 игр, так, ладно, у нас сейчас еще в ночь поговорим. Да, всем привет, приветствую, госпожа Логика, вместо фокусника игрок номер 10 зашла госпожа Логика. Так, смотрите, короче, так, надо поговорить про квалификацию, потому что там маяк на меня, я, вот, короче, прошу квалификации ни разу на первом столкете не сидел, в этой уже два раза вижу на первом столкете. В той игре петици не хотел, сейчас тоже петици не хочу, вот, и все-таки подумать, что я красный игрок, я бы все-таки хотел попереду подозрить игроков. В той игре, кстати, петиций с черным игроком. Вот, не знаю, я четыре игрока отыграл, ни разу хорошо не сыграл, сейчас красный карту достал, хочу, чтобы мирный город победил, чтобы я показал хорошую игру, вот, сильно много сказать нечего, я думаю, 7-9 вместе двух красных игроков нет, пока что так, спасибо. Ну да, 7-9 нет, предлагающий сеять конфликт 6-8, они перед игрой там что-то показывали друг против друга, вот, я не знаю, чего говорить, что вы плохо сыграли, во второй игре вы сыграли, против тройки черных, когда вы на 7 сидели, вы сказали 1-5-6-8, тройка черных при девятерых, я вам там неправильно оставил, вы неправильно проголосали. Так, это вам, держите, я не понял, что там в мою сторону булку крошили при пятерых, и рефа нет, мы выиграем красные. У меня, поверьте, красных побед и выигранных игр больше, чем у вас волос на голове, поэтому не надо в матрице, что такого, а то я злопамятный, да сколько бы у вас волос не было на голове, если у меня побед больше. Так, смотрите, я не подозреваю один, объясню почему, может, это неправильный аргумент, но я не подозреваю. То есть мы уходили в ночь с последним моментом на экране, когда Космос спрашивала, какая была замена, и если он делал договорку, он это забудет. А у него такой же флэшбэк, как у меня, то есть черный экран, утро, и он отвечает на вопрос, который был у 10, поэтому я играю один. Ну, аргумент хороший, ну, я бы на самом деле, мне кажется, не забыл вместо такого замена, но вот именно то, что он, смотрите, я бы не забыл, какая замена на кого, да, но вот то, что вы именно сказали, что он ответил именно Космос, это аргумент хороший, потому что, возможно, если бы я был черным, и реально была бы договорка, возможно, вот это я бы и забыл. Но, смотрите, если сравнивать, допустим, две речи Каспера, когда он сидел сегодня уже на один и был игроком красного, там бахнули в первую ночь, он сказал, что не хочет пилиться, ну, все эту игру помнят, да, вот там мне его речь казалась гораздо более красной, нежели сейчас, тогда я его посчитал прям уверенно красным, сейчас не таким красным. Мне кажется, красный 2 просто даже за аргумент, но не обязательно от этого красный первый, я объяснил, вот, да, вы там... Пока очень тяжелая речь у третьего. ...по аргументу, еще, может, по каким-то причинам нашли его красным, именно по речи я его суперкрасным пока что не вижу, я пока что играю 2. Ну, по первому игроку, а мы его не выставляем теперь, да? Ладно, тогда я не буду нарушать традицию. Вот, не выставил первый, кстати, Каспера опять, смотри. Смотрите, что я подумал, просто эмоционал, который вот этот вот поникший, за ним можно спрятать всегда все, что угодно, и до этого Каспер тоже был на первом боксе, ему об этом сказали. Он тогда немножко стагнировал на тему того, что не сыграл от своего цвета, а сыграл от цветов, которые ему оставляли, и очень сильно за это переживал, поэтому это нужно отпустить, сейчас хорошо сыграть. У нас есть красная победа, давайте поговорим в том же духе, у нас же еще две игры, правильно? Мы сравняем хотя бы, и будет все у нас сладко да гладко. Что я подумал? Второй действительно очень мягко подал этот аргумент, мне кажется, он, ну, искренне реально считал про него именно так, поэтому я не думаю, что он от этого у меня будет прям более подозрительным, мне кажется. Вот Добряк, короче, как ты играл в одну игру, мне сказали вот на четвертом боксе Добряк, я вот запомнил это слово, мне просто сейчас второй Добряк, даже на себя не похож, до этого он более агрессивно как-то действовал. Я не думаю, что до меня сидит много мафов, я думаю, максимум там один, в котором я не разобрался, я больше всего подозреваю третьего, один, два, три сыграю, третьего подозреваю, потому что он начал очень... До сладко да гладко может слипнуться, и потом результат вам не понравится, поверьте, конкретно в этой игре. Вот, для меня самый красный игрок номер три, поэтому самый подозрительный игрок номер четыре вообще ни разу не заподозревала третьего игрока, вот он именно так поговорил, он подметил все по-первыхому, он еще при этом взял второго, не обиделся на то, что второй говорит, что первый игрок красный. Когда игрок номер три черный, он больше склонен, ну, строит свою речь от каких-то очевидных вещей, а когда он красный, он как раз неочевидное подмечает, и это, мне кажется, сейчас конкретно игроком красным. Все, в цветах игроков один, два, четыре я, безусловно, играю с два, поскольку это делает мой красный три, вот, и пока я играю против четыре, ну, не то, что прям агрессивно, но просто мне казалось, что речь третьего была прям красной. У нас появилась логика за столом, вот, я надеюсь, в логике в наших поступках станет больше, женская мафия опять же встает с колен, на стола больше, что тоже приятно. Не уверена, что прям для меня, но в принципе, если так. Неправда, мне кажется, я была единственным человеком, которая давала вам поддержку в двух играх совместных красных, поэтому непонятно. Так, игрок номер два. Мне, кстати, нравится играть очень, но тяжело, конечно, прям, просто не совсем в том моральном состоянии, вот. Если что, в прошлой игре мне нужно было что-то сказать, чтобы люди подумали, что я не скажу такое черное, вот, и, ну, мне кажется, на какой-то степени сработало. Я играю со вторым игроком, мне кажется, он игроком красным, вот, кажется, красным три, тоже, в принципе, меня не поняла, почему четвертый его выкинул. Мне вообще цвет четыре, вот, там, десятая, вроде как, должна понимать его цвет, там, ну, в этой серии не очень получалось, как мне кажется. Вот, но мне вообще четыре непонятен, это просто не мой цвет абсолютно, вы там показываете цвета, мы будем уже смотреть, правильные цвета показываете или нет. Вот, оппозиционная должна играть с пять, но мне нет какой-то прям уверенности, то есть, не преисполнилась, в этой игре не преисполнилась, просто пока два-три, не против пять, конечно же, она играет два-три. Хотелось бы, чтобы эта игра была подольше, потому что через 55 минут у меня день рождения, и мне бы хотелось, чтобы последняя игра прошла уже, когда у меня день рождения, вот. Поверили мне, да, все? Смотрите, как легко вас обманут. Нет у меня день рождения через 55 минут, вот. А вы все ведетесь на речь игрока номер два, который сказал, игрок номер один красный, потому что вспомнил у меня то же самое флэшбэк, речь, это он, ну, РФ, ты сам веришь в этот аргумент или нет, что он рабочий? Мне вот интересно просто, не знаю, тебя все красные называют, это такой абсурд. Игрок номер один поприветствовал логику и вспомнил, что логика заменяет фокусника, и после этого цепочкой мыслей своих ответил игроку номер 10. Это, мне кажется, что это аргумент чисто, чтобы окрасниться, а вы все это едите. Мне не нравится два, я подозреваю два, вот. Им я подозреваю один, кажется, красными игроки номер 3 и 5, вот. Подозреваю один, потому что человек сказал пальцем в небо 7 и 9, мне кажется, я не самый простой цвет, судя по тому, как вы меня найти не можете. И факер тоже не самый простой цвет, он говорит, будет делить двоих, 7 и 9, не два красных, дичь какая-то, 3 и 5. Слушай, Женя, с того, что я смотрела, не то, чтобы здесь вообще какие-то простые цвета есть, или там, чтобы кто-то что-то хорошо понимал, то есть я в том числе. У меня команда будет вообще классная, ребят, смотрите, предупреждаю, сразу с двумя представителями моей команды, я играю в первый раз в жизни, а один представитель, его цвет я вообще никогда не понимаю, я просто, это как бы инвестиция, как говорят, я играю 1, 2, 4. Он тебя выставил, ты с ним сыграла, сказала красный, какой 6 играть? Кто меня выставил? Меня никто не выставил. А, что 6, 2, ну да, ну смотри, я попросила проверку 6, потому что я должна сыграть 5, ну что-то там это. Я подозреваю 3, ребята, это вообще была уникальная мысль только у игрока номер 4. Я объясню почему. Мне кажется, что третий игрок, он, смотри, он так сильно окраснил 2 за аргумент, но заподозревал игрока номер 1. Мне кажется, это не сильно по-красному, и третий красный хотя бы сыграет просто 1-2. Он сыграл просто 2 без 1, поэтому у меня подозрительный игрок номер 3, и те, кто играет с игроком номер 3, для меня 5, 6, 7, всех красных... Ну так, если это подозрительно, то что третий окраснил второго, но не заигрался один, то тогда у вас, по идее, 2-3 должны быть вместе черными скорее. Ну, как бы, почему нет? Ну, я не знаю. Короче, смотрите, я сыграю... Я буду подозрительным для вас, госпожа Логика, я сыграю в команде 3, 5, 6, 7, вот, несмотря на то, что шестая не хочет играть с игроком под номером 5, но мне... Я бы сначала сыграл с игроком номер 2, но мне между 2-7 больше понравился игрок номер 7, и то, как он вылез на стол и сказал, типа, у вас красные 2, это... Я начал сомневаться после этого. Я начал реально сомневаться, поэтому захотел сыграть с игроком номер 7. По первому игроку, мне кажется, не красным действие, когда человек начинает перечислять по себе маркера. Я просто обращаюсь... Ну, типа, человек говорит, типа, вот, смотрите, а так я делаю черным. И делает это. И так я делаю черным. И делает это. Делает это его красным игроком? Нет, скорее черным. Скорее черным. Я сыграл 3, 5, 6, 7, не шутка. 3, 5, 6, 7 я сыграл. С кем? Быстро, 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 быстро. Ну, ладно. С 2 по 6 на 10, остальных 3. Да, да, Саня, у меня такое же было выражение лица. Смотрите, сейчас мы будем вас строить. Позиция 3, 5, 7. Акценты между 6 и 8 никто расставлять не будет. Либо это сделает шериф, либо это для вас игрок номер 9. Вы сыграли 6, не надо играть 6, обязательно не надо играть 6. Акценты между 6 и 8 мы расставляем. 6, кто 5? Я на дискотеке пришла первый раз. Кто 5? Реально, Мишутка, до этого не стеснялась показывать. 5 красный, 5 черный, тут кто 5? 6, не красная. Но 8 сыграла 1, 2, 4. Поэтому 8 тоже плохо. Почему я подозреваю Илюшу? Ну, аргумент, наверное, слишком серьезный для Илюши. Илюша говорит, что второй добряк. Второй. Волос много у шестой, как побед моих. Бла-бла-бла. Где добряк на втором номере? Не знаю. Короче, делятся игроки 1, 3, 3, 5, 7. Не, моя команда, 6, 8. Я не хочу, чтобы люди расставляют. Мне просто показалось на речь у третьего, что он сказал, что у второго офигенный аргумент, почему 1 красный, а потом, типа, у него, во-первых, был очень медленный старт речи, какой-то вялый, а потом он еще и, типа, не придумал, и все равно первый остался подозрительным, он все равно первого не заиграл, хотя у второго был офигенный аргумент в красноту 1. И мне показалось, что 3 очень подозрительный. А потом 5, 6 вместе сказали, что 3 красный. Мне от этого 5, 6 прям очень подозрительный, если честно. Так, правильно сказал, получать 7-9, 2 красных нет, но красного цвета пока что. Я думаю, между 5-4 игрок должен быть, вот. Я сыграю пока в команде 1-2-4-8, вот. Ну, 10-й, потому как она поговорила, мне команда не нравится, но потом, когда она поговорила, я сильно это подозревал. Третий поперил, чтобы послушать его цвета, потому что по нему как-то мысли разошлись, и мне нужно понять, красный игрок или нет. Мне же 2-7 проверка, я думаю, хорошая будет. Так, а что ты думаешь, что за команду 2-4-8 я тебя красным назову, где подозрительный 4, подозрительный 8, нет, не назову. Для меня красный 9, ну, больше красный 10, и я очень хочу, чтобы было красный 5. Реально, все, 5 красная, очень хочу, чтобы была красная 5 в этой игре. Ну, и 2, да. 4 еще и подозрительный, потому что, смотрите, у нас сегодня была, он говорит, РФ Добряк. В одной игре РФ отыгрывал Добряка, он был черный, если что. Его самая добрая игра была, это так-то. Так, Леш, что ты думаешь? Ну, смотри, я думаю, 4 красный, я думаю, что 10-ая сказала играть 3-5-7, и потом сама же в речи пришла, что 6-8 не вместе, и с 9-ым не сыграла. Я думаю, что 10-ая подозрительная, вообще непонятно, как она собирала эту команду. То есть, только за знанием каких-то цветов. Ну да, кстати, есть такое. То есть, между 8-9 очевидно, что есть черный, у них просто позиционный разноцвет. Она никого не выделила, 8 сыграл против 6. То есть, короче, мне кажется, что 7-8 красная, 4-7-8 красная. Точно кто-то, то есть, 3-5-10 не тройка, кто-то ошибается. Мне кажется, что на Попиле первый был уже довольно красный, ну и третий, судя по тому, как его заигрывают, слишком много людей, которых я подозреваю. Мне кажется, то есть, типа, 1-3-4-7-8, типа, мне кажется, что максимум один черный, может быть 0. Ну, 3-й у тебя красный сейчас, понятно, короче, он 10-й назвал, короче, 9-й красный назвал. Смотри, просто 3-й черный был у меня, когда поговорил, ну подозрительный очень. Но потом 5-я сказала, вообще не нашла к чему в речи придраться, а 6-я сказала, ну да, у меня тоже 3-й уже красный. Я думаю, ну блин, 5-6 у меня не вместе красный, но обе дают его красным. Ну только если 3-6, знаешь, типа, только если что-то типа 3-6 вместе черный, когда 6-я решила согласиться с 5-й, когда 5-я сказала, что 3-й красный. А, кстати, 2-го игрока выкидывают, ну, потенциально черные игроки, мне кажется, черные бы играли с своим черным 2. То есть, может быть, и красным 2 еще. 10-е выкинул, допустим, 5-е. Ну, с другой стороны и седьмой объяснил, который у нас красный, довольно-таки объяснил. О, 5-е, 5-е минус, понятно. А, ну, вот, просто 5-е ошиблось. Так, это что, Маша черную достала, да, которая космос? Это прямо стандартная логика, мой отстрел, это здравствуйте. Так, ну я оставляю, надо оставить обязательно 6-8, и в 2-7 я оставляю, потому что мне кажется, что седьмой в 2-7 больше красный, игрока номер 2. Вот, ну, это там не факт, что вообще не в молочи, но вы думаете, 1-2-4 двойка черных игроков? Очень может быть, но 6-8, как бы они, если 1-2-4 красный, ну, все, отжрите эту восьмую несчастную, понимаете. Она, как бы, очень хорошо играет. Для меня красный 3, для меня красный 9, и других красных мне прямо оставлять не хочется, вот. Десятая больше красная, да, наверное, ну, по игре, ну, просто есть факт моего отстрела, и то, как Машка не любит, когда я за столом просто. Ну, в принципе, это взаимно. Все, для меня красная 3-9, больше красная 10. Третья прямо уверена, и девятая прямо уверена. Так, смотри, Лойка, я думаю, что ты не любишь, да, Катя, тупой называют? Вот, чтобы этого не происходило за столом. Смотрите, восьмая, сказал, красный 1-2-4, седьмой показал пятый, что он думает, что черный 1-2-4. Попросил в проверку 2, может быть, второй проверенный красный, он уже показывает, что черный 2. Давай, Женя, не будь трусом, вскройся с 2 черный. Покажи, вскрываешься? Смотрите, ребят, я красный, никто в меня не голосует, понятно? У него уже, он убить меня второй раз не может, просто решил вскрыться с моей черной. Никто красный меня не голосует, и шериф не вскрывается. Просто его как бездомного выгоняем со стола, пусть на вокзале идет ночью, и там мы будем в черной голосовать. Сейчас, покажем. Любимый момент для мафии. Это, кстати, добряк, ребят, на втором сайте. Ну, смотрите, нету двух красных в 7-8. Ты, Женя, ты реально вскрываешься шерифом зла-черный, или что? Что это происходит? Нет, двух красных в 7-8, я сказал, есть. Ну, хорошо. Для меня более подозрительное 8 в 7-8, потому что 1-2-4. Ну, 2, я думаю, красный, я заиграл с 2, и пока что нет за вот эту речь предпосылок считать 2 черным, но в 1-4, мне кажется, двух красных нет. Почему? Потому что у четвертого речь плохая, первый там что-то помазал, и потому что еще мои цвета это 9-10 красный, и не получается логика, что ты красная, и твоя команда красная, понимаешь? Вот не выходит так. Вот, да, ругайся там, сиди. Кстати, за матюки сейчас будешь фолы получать, вообще плохо будет. Поэтому голосование в 7-8 на этот круг, если есть там какая-то проверка, то здорово. Нету, ну, печально. 7-8, конечно, прикольно, но я бы вот так бы, может быть, голосовал 6-7-8. Мне кажется, игрок номер 6 почернее будет, чем игроки 7-8. Особенно от десятого цвета красного, только что сказал, десятый, уверенный, красный для тебя. Почему тогда шестая, ты неподозрительная, которая вылезла на стол, сказала, пятая вот, ну, красная, мне она вообще вот так вот нравится. Пятую отстрелили, я, типа, прям пятый супер красный счел. Не-не-не-не, госпожа Мишутка, вы сказали, что пятая красная. Я засыпаю, или я прослушал? Не, я думаю, что, ну, игрок номер 6, не красный в этой игре. Я пока сыграю с игроком номер 10, в игроках 8-7 я разобрался, а игрок номер 10, мне кажется, подозрительный. Слушайте, я вообще очень хочу маленькую команду, за которую меня сейчас вставят, скорее всего. Давайте я сыграю 9-10 и вот оставлю себя. А Каспера я хочу переслушать, мне очень сильно непонятно, что речи попили, но ручку за подъем я бахать не хотел. Ну, ты как-то по моим аргументам третьего поддушил, да, 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 Каспера. Но я даю тебе шанс еще быть красным, потому что ты в целом по эмоционалу, ну, даешь более положительный, чем мне кажется, понимаешь? Да, мне кажется, логика реально красная в этом. Так что я думаю, по лицу ты красный. Тоже так думаю, да. Мне кажется, обязательно из черного место 1-4, я не знаю, кто подозрительный, ребята, вы там сами разберитесь. Четвертый в другом лобби сидит, видимо, в инетке играет одновременно. Я, наоборот, не могла выжить из себя цвет 5, потому что я не ошиблась с ней две игры, и сейчас боялась, что это будет та игра, где я ошибусь. Я уже показала десятый, десятая, между прочим, показала, что шестая больше красная. Игрок номер четыре, как жаль, как жаль. Вы не показывали предательство игрок номер десять? Думала, показали и помнили, что предательство. Предательство. Потому что пятая красная или еще что-то. Мне кажется, есть черный между 1-4, для меня красный 9, и третий сейчас поговорил лучше, чем на Попиле. Вот, я не сильно подозреваю седьмого игры. Хорошо, 2-7 есть какой-то черный, да, давайте легкую позицию. И 1-4, какой-то черный. Мы лучше сейчас на Попиле, на Попиле, я сказал, 5-9-10 красный, пятый уже нет. Ну да, а я, я на шесть сижу, не на пять, игрок номер три. Вот, поэтому, ну, мне просто больше лично понравилось, поэтому я играю с третьим игроком, играю с девятым игроком. Надеюсь, что он меня защитит. Так, смотрите, что я показал, госпожа Адлер, что лучший ход у меня был бы это игроки номер 1-2-4, что я думаю, что там двоечка, потому что я думал, что игроки номер 3-5-9-10 красные, мне-то казалось, что я бы оставил бы эти 100, как красные. И сложная версия, что 6-8 вместе черные. Поэтому для меня, исходя из того, что происходит среди игроков номер 1-2-4, от одного до трех игроков черный. Теперь смотрите, вот 10-й молодец, она вот молодчинка, а я вот не могу понять. Вот что мешает вам назвать меня вот точно таким же красным, как и вы все? То есть команду эту собрал, я показал все то же самое, я сыграл против 1-2-4, я 9-10 показал красный, я сыграл 3-5-я, но нет. Все красные, а седьмой там где-то в стороне, где-то прячется игрок номер 7, он не в нашей красной команде. Есть, короче, я уже несколько раз-то говорил, есть такой, знаете, вот членский элитный клуб, куда типа по пропускам подходит, то вот только для именно элитных людей. Я вроде все нормально, все подхожу, а мне пропуска не дают, говорят, нет, ты вот бездомный, как вот игрок номер 2 говорит. Кстати, чуть не забыл. Опа. Ну, единственное, за что я тебя благодарна, это хотя бы за то, что ты единственное объяснил, почему в 1-2-4 много черных, и почему есть черный в 1-4, потому что до этого как бы объяснение ни от кого не поступало. Маш, извини, но с твоей позиции можно я поговорю сейчас? С твоей позиции третий не мог поговорить на этот круг хорошо, потому что, ну, давайте посчитаем игру. Он сказал, 7-8, 1 черный, 1-4, 1 черный, 2-9, 10 красный, ты на 6, ты сидишь на 6. Он не мог твоей позиции лучше, чем на Попиле, не мог. Поэтому я версию 3-6, 2 красных, извините, не рассматриваю. Еще мне не казалось красный 10, потому что она сказала, 3-5-7, 3 игрока, 3 человека, кто черный, кто дальше. Что, 6-8 акцентов не расставляет, 3-5-7 красный. Дальше цветов не было. Я смотрела игры, у нее цветов было больше, намного больше. Все игры, когда она до этого была красная. 3-6, хотя бы потому, как поговорил 3, как поговорила. Если логика и черная, то она поговорила лучше всех сейчас. Так, а что получается, логика? Вот ты говоришь, что 1-2-4, много черных игроков, выставляешь еще третьего игрока, между 1-4 ты говорила... А, ты сыграл 1-2-4, все, sorry, sorry. Это что-то... Это просто ты начала с этого речи, я что-то подумал. Это седьмой сказал 1-2-4, все, 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 все. Так, ладно, я выставляю первого игрока, я не понимаю, почему у седьмого игрока не выставление первого игрока вперед второго, потому что первый игрок сказал еще на своей речи в ноль, что между 7-9 нет двух красных игроков. Я красный, Лоску, ты красный, вот если ты красный, то почему у тебя в оставлении именно 2? Я вообще, типа, человек, который любит переобуваться. Я на прошлый круг сыграл... Хочу убить второго и заехать в его дом, чтобы бездомным не быть. Хорошо, 3-5-6-7 я сыграл, 7 за наглость, но сейчас вот именно по речи, мне кажется, второй больше красный из пары 2-7, поэтому я бы в 2 не голосовал, вот. Кто 6? Кто 6? Я не знаю, я не знаю, но я не вижу тебя черный прям жестко. Мне кажется, по поведению ты не черная прям, ну... Так а что? Как это, да, работает? Непонятно. Смотрите, я думаю, что очень уверенно. У меня тонкий аргумент по 3, его никто не озвучил. Третий на перестрелке сказал, что 9-10 красный, и он по пятой так поговорил, то есть на его речи пятая уже по-любому есть в стреле, он просто сказал, что ему хочется верить, чтобы пятая была в этой игре красная. И он так не обратился. Я смотрю на вас, что мне кажется, что из-за этого три самые сейчас красные по стрелу 5. 6 проверено черное. Есть такая информация. 1-2 отстучали, что 6 проверено черное. Я поняла. Первый отстучал второму. Ну, Мань, ты вскрываться не будешь, как бы. Да, сорян, ты не самая красная, поэтому проверка 6 имеет место быть, поэтому окей. 7 черный, 2 черный, все. Погодите меня с двумя подозрительными, чтобы я там сломала в черного. Манька, ну, 6 проверено черное, поэтому мы голосуем 6. Я играю 3. Блин, сложно. Нет опять такой версии, что 2-7 оба красных игрока, там и черный один, и кто-то там еще. Нет, может быть такая версия. Даже если это так, Женька без дома все равно. Так, смотрите, восьмая все сказала, потому что я думала, пошла на руку. У третьего, шестая обязательно черный. Она говорит, ты красава, молодец, третий игрок. Вот, я еще на папиле сказал, между 5 и 6 черный игрок есть, 5 подстрелили, 6 для меня черный. Чертый игрок, если у вас 6 черный, я должен быть красным игроком. Игрок номер 9, вы говорите, что первым импанатом... Это шериф, который не в состоянии вскрыться и забрать черный. Я еще в нуле, не слушая ваши речи, сказал 7-9 двух красных игроков. Нет, вы этот аргумент переводите, для того, чтобы подозрительный. При этом, вы подозреваете, между 2-7 у вас 7 чернее, чем второй игрок. В 7-7 чернее, чем второй игрок, почему-то я черный, то есть у вас черный 1-7? Как же 6, если черные шерифы сейчас ищут? Нет, нет, я думаю, динамику на шерифы уже дали. Раскрытие нет. Я думаю, 6-7 игроки черные. Пока что вот так. Или 9-ый, пытаются. Динамику на шерифе. 9-ый. Ванька думает, смотри, привет. Мне радует одно, что куча красных получили минусы. Чего? Рук номер 2. А, ну все, ладно. Смой, правильно, черный. Он снял, он спросил, смой, черная проверка. Что? Что? О, господи, ладно, все. Я же говорю, меня радует, что куча красных получили минусы, так что все нормально. Как говорится, хилимся, живем. Все ок. Вот. Мне кажется, я черный между 1-4, это обязательно, поэтому красный 3, для меня красный 9. Все, больше ничего. не оставляю. Красный 3-9, черный между 1-4, а шериф, который дал меня забрать, это очень плохо, шериф этого города. Очень бы печально. Я не верю, что... Ну, блин, он же на баллы играет, он же на победку играет, он не мог снять меня сейчас, но мне кажется, так невозможно. Вот. Что? Я думаю, два глаз вал шесть. Два глаз вал шесть. Да, Дженни, я тебя не подозревала вообще. Ну, типа, я думала, что между 2-7 какой-то черный, и не понимала, кто. Все, черный между 1-4, красный 9. Все, больше ничего не знаю. Так, шериф, кто, думаешь, 4? Смотри, ну, между 4-9 шериф. И что делает 2-й и 2-й, мне кажется, что... Ему в реале кто-то какую-то информацию передал. Мне кажется, что он скорее черный. Потом он показал 8 проверенные черные, что это? 8 проверенные черные, это очень плохо, если честно. Не, так что это было? 6 ушла, кто за это отвечает? Если умерет шериф, значит, второй черный. Ну, то есть, он забрал, получается, черный 6. Нет, смотри, 9-й не может быть шерф с проверкой 6-й, он голосал сейчас в 1. Не, не, понятно. Ну, сейчас посмотрим. Если умерет 4, то я думаю, что маффин 2-й 6-й 10. Ого. Он что, сейчас самострел? Подожди, может быть, самострел с проверкой? Так. Реф, а кто тебя вскрывался? Никто не вскрывался? Просто забрал 6, просто 6 черных. 6-8 вместе черные? Лоско, а у тебя кто черный? Просто ты показывал тоже, что 6, ты думаешь, что 1-й 1-й 4-й. Так, смотрите, я шериф, второй проверенный красный в первую ночь, седьмой проверенный черный во вторую ночь. Вот. Я не байчу, я не байчу. Вот. Мужик, после моей проверки проверка 7 лишняя была уже. Блин, но ты показывал, что 8 черное, проверить 7. Я подумал, что ты показываешь, что нужно проверить 7. Ну, блин, слушай. Ну, а если как уже было, когда 2 красных закусились и вывели по очереди? Ну, такое, короче. Проверил 7, все. Живите с этим. Я подумал, это знак, что ты хочешь, чтобы проверить. Не знаю, реально. Мне не помогло, скажу откровенно, потому что, ну, цветов вообще не добавилось, Моя команда на попиле, двух игроков этих уже нет. Я сказал, второй красный в ноль. Для меня он проверился красным. Седьмого, несмотря на то, что он приводил все эти аргументы, еще я эту команду собрал, я его красным не считал по-прежнему и сказал для меня голосование 7-8 на прошлый круг, там двух красных нет, хоть я выставил и 8. Но по речам мне не важно было. Я хотел вообще без проверок заголосовать 7-8 два круга, скажу откровенно. Там двух красных вообще никак не получалось. Почему? Ну почему 8 черных? Не обязательно 8 черных, Эля, 7-8 двух красных нет. Ты сейчас мою речь слушаешь или нет? Потому что седьмой играет 3-5, а ты играешь 1-2-4. Ну это же понятно, ты же не первый день заходишь в это вобби. Почему? Почему 7-8 нет двух красных? Странно, блин. Сейчас все по-седьмому? Да? Давайте думать. Мне показалось по нулю, что Маша красная, Габлак нашел 9-го красную, 9-й у нас шер, от этого Габлака как бы все хорошо, но я думал, что 6-ая уверенно черная, просто за ее позицию в нуле, за то, что она говорила. Потом она говорит, что не давала цвет пятый, хотя она вроде цвет пятый дала. 6-ая красная Габлак теперь. Ты думаешь, что 6-ая красная. А что она сделала красного? Кроме того, что пыталась скрыть шера в последний момент, потому что ее паковали, я больше ничего не видел. Вот эта вот фраза, ну типа я там. О, не двойка, а один черный. Да, у них была разная позиция по нулю, это понятно. Нам не очень... Нам нужно как бы еще одного искать. Если 7-8, там кто-то один. Седьмой проверен же, правильно? Значит, 8-я должна быть красная. Седьмой только что хотел голосовать кого? Он сказал 1-4-8, это 1-4-6-8, это у него вся тройка. 1-4-6-8. Второй при этом... Короче, самое интересное, 9-й же был найден, и я понимаю, когда Рэв скрывается там с какой-то проверкой, и я вижу, как 9-й такой типа 2-2, посмотри, пап, что происходит, папа? Почему 6 проверенные черные? Почему? Именно такой грустный взгляд типа возразить не может, но 6 же не проверенные черные, 2 проверенные красные. Я вижу это прям, понимаю, что Рэв показывает твою проверку, ну понятно, понятно, что меня проверят, и Рэв будет говорить, что это тебе даст, когда попросил сам мою проверку. Будете проверенным красным. Ну на самом деле да, если Рэв проверенный красный, то там, скорее всего, если бы была бы любая другая проверка, я предполагаю, что даже при убийстве Рэва много вероятно, много вероятно, меня бы могли снять, что не факт, потому что мне казалось, что разговаривал, я в этой игре неплохо. Кого-то докупил. Кого-то. Кого-то точно купил, а кого неизвестно. Ну, мне аж подачек таких никто не будет делать, не хочу, чтобы мой черный палился на том, чтобы выставлял для меня кандидатуру, по которому я буду голосовать, поэтому я вот сам выставляю. Блин, я не знаю, Маш, вот мне интересно, ты с ними очень долго до турнира работала, что они тебя все красным называют, ну, большинство. Я вообще не понимаю, за что, то есть еще меньше я понимаю, почему Эльнур показывает, что черный 6-7-8, то есть это слишком беззубая игра, если черный 6-7-8. Вот. На самом деле, если красный 6, то скорее всего мы проиграем, потому что я это с малым цветом рассматривала. Если красный 6, черные должны быть, кто? 4, потому что она была уверена, что черный есть в 1-4, 4-7, 4-7, 3-4-7, 1-4-7, все это должно быть так, потому что она говорила красный 10, она говорила красный, не знаю, кто черный, если красный 6. То, что он показывал, игрок номер 4, это не окрасняет ни его, ни вас, ни первого, никого на самом деле. Он мог понимать, что шериф умирает, он мог понимать, что он проверенный черный. Единственное, что я не верю, что он при девятерых сыграл со всеми красными, а его команда была 3, 5, 9, 10, если что. Его команда была при девятерых. А я не думаю, что 3 черные, это я черная или что получается? Так как находит, Эля, я ни разу не была сегодня черной, сижу, ем эти красные карты, в восторге, просто объелась, спасибо, очень было вкусно, я ее терплю. Вот, я только одна сыграла 7, Каюсь виновен, понимаю, но он в этой игре играет со всеми красными, мне кажется, так оно и есть, что он не играл с черными, он наоборот, специально играл со всеми красными, чтобы Эль подумал, что он сыграл с каким-то черным и начал играть против этого черного. А я буду слушать вас, игрок номер 1, я сниму 6, 7, 8, вот 6 мы сняли, закрыть 7, закрыть 8, закрыть эту версию, мы перейдем в угадайку. Ну, я перемотала время, мне кажется, что будет угадайка либо 1, 4, 10, либо 1, 3, 4, все, и мне нужно понять между 1 и 4. И 4 уже ко мне обращается, игрок номер 1, у вас типа есть плюс, что вы сыграли против 7 и 9, но 7 же тоже не дурак, он же тоже делал какие-то действия, чтобы его черный куда-то туда ехал, и то, что он вас там, он даже вас не сильно просил на проверку, он просто просил выставить вас 9, правильно? Ну, послушаем, не знаю. Да нет, дело не в этом, он спросил против 6, в группу 4, который показал, что источный уходит, а потом 4 скрывает проверка 6, черный, потом сказал, что вы рассматриваете, что 6 красный, точно черный должен быть четвертый игрок, вот, по поводу 7-8, я свой выбор уже сделал еще в нуле, вот, 7 лет мне не понравились, как они там сидели в выраженном лице, после 5 оказался шлифом 7-ой черный, вот, 2-ой я посчитал таком красным, просто 6-ая, когда уходила, она сказала, кроме того, что у нее красный 9, который комиссар, и 1-4, 1-1 черный, больше цветов вообще не было, вот, 1-4, остальные для нее все красные были, вот, плюс он сказал, третий красава, у которого она черная получалась, я не знаю, почему красный, 3 у всех, вот, я думаю, больше красная 8, не знаю, я бы, наверное, поснимал, все-таки четвертый, сна, который показал активно, что 6 уходит, по 6 черную, я бы думал, он скрывается комиссаром, вот. Так, Маш, давай с тобой поговорим, значит, ты говоришь, что будет либо ГДЕК 1-3-4, либо 1-4-10, то есть, ты не рассмотришь, что третий черный, когда говоришь, что будет у ГДЕК без него с тобой, то есть, красный 3, я не думаю, что черный 1, его речь на 0-1. Ну, вроде бы, огромный паук сзади, посмотри. До свидания. Вот. Паук у тебя, и он не на стене, а в штанах. Вот. Первый сказал, нулевой круг, есть черный между игроками 7-9, поэтому для меня красный 1. Я думаю, что красный 3, и мне кажется, что черная команда либо 6-7-8, либо 4-7, и кто-то между 6-8, либо кто-то между 8-10. Поэтому я предлагаю не тянуть. Я сейчас не против проголосать 8, потому что я думаю, что первый красный, третий красный. Кто между 4-10, у него непонятно. поэтому я предлагаю проголосовать 8 сейчас. Спасибо. Мне кажется, черный 6 ушла. Давайте посмотрим. Если 6-7-8, то, конечно, рэп прям забожил. Но вообще лоску не стал, кстати, в логику голосовать. Попил. Попил. Когда мы с рэпом в Киеве пойдем в нашей компании Евристик, мы будем обсуждать две вещи. Его черную победу в третьей игре, и мои черную победу в пятой игре. Это такое, используя. Вот. Эльнур, у тебя есть возможность сыграть эту игру так, чтобы они забыли все эту игру, где ты оставил неправильное совещание. Давай. Я думаю, 6-7-8 нету. Он говорит, 8 уходит. Ну что, пацаны? Могли, кстати, 3-3 уходить, если бы сейчас все в трём поставили в 2. Это так. Спасибо. Да, будете обсуждать, как господин РФ во второй игре показал, что при пятерых уходит красный, когда мог снять последнего черного. В пятой игре показал, что уходит красный, когда мог снять проверенного черного. Ну и, в принципе, смотрите, я не знаю, я не понимаю реально, скорее всего, черная 6, потому как голосование проходит. Но я не понимаю, вот красный 3-10, вы же видели, как сегодня игры складываются у господина РФ. Можно я послушаю хотя бы и поговорю? Можно проголосовать всем сейчас? Сейчас. Короче, РФ, речь, он не поменяет руку, если ему говорить о том, что он плохо сыграл какие-то игры. Это факт. Я видел, что его, короче, а еще, если как-то, знаешь, типа, использовать какой-то персональный аргумент, он сразу все, у него... когда я его подозреваю, он меня считает красным, а когда я этот... черный, короче. Сейчас, сейчас. Сур какой-то. 6-7-8 нет, игрок номер 2. Я красная, черная 6. Я без дупля вообще. Мне казалось, мне казалось, первый вообще, вот краснее первого никого нет, а краснее второго и четвертого. Мне казалось, я прям поняла, то есть, у меня не было уверенности, потому что все говорили по-другому. Да, ты запаковала 6, понимаешь, 4 показывала, 6, 6, 6, 6, 6, 6 уходит. Но ты говоришь, что красный 3, а я объяснила, почему 6, 3 не должен быть красным, потому что она у него выходила самый черный по счету, я это все объясняла. Мне кажется, что ты это должна понимать, что я говорю и почему я это говорю. То есть, понимаешь, а у тебя, у тебя вот получились красные все, кроме игроков, 1, 4, да, ты проголосовала 7. Смотрите, если бы я послушала еще круг при пятерых, возможно, я бы поняла, кто последний черный 6. Сейчас такой вероятности мало. Это не 4 для меня, это не 1. Все. Ну... Десятый губами с клави, я думаю, 8 черная. Не, но если 8 черная, она должна сдаться прямо сейчас была, разве нет? Да нет, я думаю, черная 6, я думаю, 8 красная. Конечно. Мне кажется. Нет, если они вместе черные, просто 8 нет мотивации сейчас не сдаваться, потому что 7 и заголосуется на следующий круг. Поэтому... Не, в смысле, 6, 7, 8 точно нет у черной. Да, да. Я не знаю, мне показалось, вот смотри, мне честно показалось, раз вот логика, мне кажется, логика была очень красной в этой игре, я в ноль сказал, что у нее была лучшая речь, я логику бы вообще никогда в жизни бы не голосовал. Вот. Мне кажется, что не обязательно красный 3, потому что 3 в ноль, ну, типа, он не захотел заигрывать первого, первый уже у всех получается очень красный. Вот. Но последний маф вроде в 3-10, наверное, да? Ну, да, мне кажется. Так, краполю щипну. Так, смотрите, красный 10. Смотрите, в игрока номер 7 проголосовали, 1-4-8, седьмой выкинул руку, 2-3-10 проголосовали, восьмая не поняла, кто черный между 3-10. Она говорит, красный 1-4, чушь собачью какой-то говорит, неважно даже, кто черный, между 6-8, красный 10. И странный аргумент, десятая собрала руки в 6. Вообще, я вскрылся шерифом, не имею вообще никакой информации о проекте красный, просто вскрылся и забрал 6. Потому что слушать это было невозможно. Потому что она говорила, точно красный 10, никто не играет против 10, понятно? Вот, снять 7, и десятая послушает, найдет черного между 1-3-4. Я между 1-3-4 оставлять не буду, я вам оставляю красный цвет 10. У вас будет еще 2 круга, чтобы найти цвета. Так, я не хочу пить в Киеве за свою черную победу и за черную победу Жени. Я хочу пить за свою черную и за свою красную. А Женя будет угощать. На свою черную победу и за победу красных против Жени. Скажите мне, а как мы сначала руки раскидали? Вот я вначале поставил в 7-го. 1-4-8, поставили в 7. У меня просто, я услышал эту фразу, достаточно мне показалось искренне, что если бы руки, типа, поставили во второго, то закончили бы на 3-3. Смотрите, нет, нет, или на 2-2, я вообще, типа, нифига не понял. Ну, типа, закончили, сказал. 2-2, 1-2. Короче, я просто все это время теперь думаю, как руки были раскиданы. Ладно, давайте считать, что 10 красный. Мне первый кажется более красным, чем третий. Это все, что я сейчас думаю. Седьмого мы сейчас запакуем и еще послушаем. По нулю я сыграл, ну, в принципе, на объединении 1-2-3. Потом я акцентирую только на шестую. Мне кажется, шестая более черная, чем восьмая. Восьмая, ну, мне кажется, больше давалось что-то в стол. Сказали 6-8-1 маф, но так точно у нас уже и вышло. Где у меня маф, я говорю, больше шестая, чем восьмая. Я думаю, первый красный, Он вопрос задает, почему 6. Ну, короче, думаю, что больше черной 6. Мне это подходит, я прям то, что думаю. Сейчас 3 послушаем. Наверное. Лоску в этой игре. Мне тоже надо было надеть свою желтую пайту и в ней сидеть. Так, ну, какая у меня логика, что Эля не смогла посчитать, уходя, кто красный. Ну, как же так? Ну, то есть, при том, что я их же потом показываю, я не могу быть 6, как мне кажется, по нулевому кругу, как я общалась с шестой. И то, что я проголосовала всем, как-никак. Вот. И мне кажется, между 6-8, чисто из-за уходящей речи 8, можно я закрою Женю, потому что он меня смешит и мешает думать, что 8 больше черное. Вот. А Маша ушла, она просто горела. У нее горел, горела, горела и все. Вот. Из-за того, что черное 8, вот какое у меня сейчас построение игры в моей голове, из-за того, что черное 8, я думаю, что красный 3, потому что 3 именно вылезал эту 8, пытался фигачить там и так далее, и при 6-х он хотел голосовать 8. Вот. И думаю дальше, что происходит между 1 и 4. Да, Илюш, я слышу, я слышу. И 1 и 4, кстати, меня убеждают, что черное 6. Может, я не права, но я вот послушаю 1 и подумаю. Не, я уже объяснял, почему, потому что 6-ая больше черное. Смотрите, игрок номер 10 есть, 3 версии игры. Если черная 8, то она заиграла 1-2-4, то должен быть 4 черный, который забрал 6-ю. И пока 6 уходит, я думал, поскоро это 6-я премьерная черная, думаю, игрок номер 2 тоже так подумал. Если черная 6, то она не сыграла против 3, у которой она получалась точно черный и называла его всю игру красным. Вот. То есть, при уходе 7-го секрани, заканчивается, если черная 6, то больше черная 3, если черная 8, то больше черный 4-й игрок. Вот. Просто 3-го, больше игроков называли красным. Почему я голосовал в 7? Ну, потому что я уверен, что он черный. Зачем мне голосовать в игроках, которого цвет я не знаю? Вот. Плюс, как бы, мне команда устраивала по игре. То есть, как бы, она сыграла 1-2-4, и я не думал, что она много черных игроков. Вот. Я подумал, 2-го уверенно, красным против 7-го, я сам сыграл и еще игру играл. Вот. Поэтому не знаю. Ну, между 3-4, конечно, 3 больше красных, чем 4-й игроков. Космос, мне объяснять, почему я красный, или кого подозреваю? Первое или второе? Первое? Хорошо. Почему я красный? Смотри, я в 9-й, во-первых, я поиграл на Попиле еще до отстрела 5, ну, предположим, я знаю, что 5 стреляется, 9-й шериф. Я сказал, именно уверенно, красные цвета 5-9, и красный 2-0. Я сказал, очень красный 2 за аргументы, которые он приводит, не факт, что красный 1-й. Может быть, сейчас 1-й красный, потому что 1-й реально есть хороший аргумент, он в 0 проснулся, сказал 7-9, есть игрок черный. Но моя команда состоит только из красных 2-5-9, и я сказал, больше красная 10, там речь твоя, я не особо твоя цвета разбираюсь, но позиционно получалось что-то тоже красное. Кто больше черный? Ты слышишь, что сейчас сказал 4. Женя сказал, пацаны могли выиграть 3-3, ушло 2 девушки, 3-3, как бы, и не пахло там пацаны 3-3. Четвертый говорит, да я что-то всерьез его речь воспринял, реально, что реально могли 3-3 кому-то улететь, непонятно. Поэтому подозреваю 4, и я объяснил, за что считаю больше красным 1. За, по крайней мере, за... Блин, маф между 3-4, мне кажется, обидно, если 4, я был так уверен, что он красный, за речь. Ты что думаешь? Ну, смотри, моя игра, если строится от того, что логика красная, а она от этого строилась нулевку и первый круг очень сильно, то я габлака подозреваю. Именно вот за нулевку. То же самое. Вот. Называет первого... А вы подумайте, мой черный, может, нужно убить не 10-го игрока, а кого-то среди 1-3-4, кто покраснее, кто покраснее, кто там покраснее, непонятно, кто там покраснее, но может быть, кого-то стоит убить, а чтоб 10-я взяла и неправильно проголосовала на угодочке. Конечно, может быть. Может быть, у нее были там, я был красным у нее, круг при девятерых, круг при десятерых, и тут может оба завозили на произойти. Так, что вообще хотел сказать еще? Что-то хотел сказать. А, да, мне повеселило, как это четвертый говорит, три в три, два в два. Три в три, два в два меня убили. Один в один игрок номер четыре, мог быть, если правильно проголосовали на прошлый круг. Так, ну и закончу это всем. Это все тем, что, смотрите, это моя булка, и я сейчас буду ее есть. Блин, не знаю, но мне кажется, три черные. Да, я бы тоже, наверное, в третью руку поставил. Сейчас посмотрим, если будет отстрел один. Я тебе так скажу, вообще, если десятая не стрельнется, то там еще не факт, что десятая, хотя и РФ четко оставил ее красной. Фиг знает, фиг знает. Да, он по губам подумал, наверное, что он сказал, я думаю, весьма черная, но она черт не говорит. Ну, это нормально, мы типа там косим, когда роли скрываем. Говорим какие-то мысли. Я думаю, что РФ по губам посчитал, думал. Но мне кажется, десятое черное не сыграло бы всем своим черным, который сыграл против два красного. То есть она видит два красного, стрелять его не будет. Нужно номер 10 понимать, что динамику дали. Сыграть с черным всем, которого второй переиграет, вряд ли. Поэтому она скорее так, стратегически она скорее красная. Умер три. Господи, что в этой игре происходит вообще? Объяснял, объяснял, еще и погиб. Надо записать что-то, да, без понятия, кто убийца, реально. Что-то такое надо оставить. Так что, может, реально десятое все-таки? Мне кажется, в этой угадайке вообще должен решать первый. Для меня самый красный первый. Два сказал красная десять. Да, два сказал красная десять. Поэтому, Каспер, ты это обязательно примешь во внимание. Для меня самые подозрительные четыре. Но послушай еще речи. Я думаю, красный первый. Я думаю, я не ошибаюсь, когда говорю, что красный первый. В десять подозревал Адлер. Да что, Космос просто реально может всех обмануть, как это обычно бывает. Но реально, понятное дело, что четвертый чернее. Кто? Я думаю, восемь больше черная. Не знаю. Мне хочется просто. Ну, со стрелом три восьмая реально, возможно, черная. Короче, ну, первая реально крутой аргумент. Мне кажется, за таким столом он бы на черного воску не стал закидывать, что в семь девять есть игрок черный. В этом нет ни космоса. Пришел парень из квалификации и такой своего лошадника. Короче, аргумент номер один, что я в ноль покрывляла игрока номер шесть и начала с нее травить, что она побоялась до цвета игрока номер пять, но я вряд ли с игроком номер шесть. Аргумент номер два я не с восемь, потому что я голосовала восемь при семерых и я поставила ее в попил. Не важно, я понимаю, что я потом руку поменяла, но я поставила ее в попил, это тоже очень важно, поэтому я не с шесть, не с восемь, и мне кажется, этого должно быть достаточно, но я именно поглумилась, ну не то, что поглумилась, но, короче, я начала трогать шестую, что она побоялась до цвета пять. Вот, и есть завещание два, поэтому не мешайте мне, я три пять семь сыграла, не мешайте, в смысле дайте мне подумать, я не думала, что мне придется оправдываться в этой игре после уверенного завещания два. Все, ребят, вы с ним будете разбираться, не я вы, если вы меня проголосуете. Вот, дальше мысли, мысли, а, выставить, господи, да, спасибо, что ты показал, и я как раз, я по кругу выставляю. Ну все, мысли я уже говорила, что для меня более черный игрок номер восемь, нежели игрок номер шесть. Все, блок первое, то, что он проголосовал всем, хотя два попросил его проголосовать восемь. Елки-палки. Опять, короче, я в угадайке, мне надо выбрать, и РФ оставил завещание кого-то красным. Да, ладно, я послушаю для себя, принял, если останется, три-четыре, я точно повторю в четыре. Вот. Почему десятый не стреляется? Мело поставить, если черный шесть, то черный, три, если черный, восемь, то черный, четвертый игрок. А ты речь про аргументы бы я не слышал, что они шесть, не с восемь? Нет? Да, но четвертый тоже поставил восьмого игрока руку, когда мы поставили с тобой седьмого. Леш, ты в кого голосовал? А он мог оставить седьмую руку. Давай послушаем, он мог не менять руку, поставить даже седьмого, а он снял шестую тоже. Поэтому это аргумент... Действит непонятно, в кого и раньше. Если послушать, что скажешь, четвертый игрок, надеюсь, в этот раз оказался в черном. Так, смотрите. Я засунул восьмую в попил, вместе с вами, со всеми, потому что второй сказал, типа, увести восьмую вперед седьмого, потому что, я так понял, седьмого было три фала. Это единственная логика, которую я вижу. Он сказал, что шесть, восемь точно есть один маф на продолжение игры. Мне очень сильно сбил аргумент Лоску, который почему-то я вот счел, типа, суперкрутым. Он сказал, что могли они закончить. Я до сих пор сижу думаю, считаю, как должны были быть голоса во второго игрока так, чтобы, типа, игра закончилась. Понимаете? Исходя из аргумента Лоску, он сказал, что они могли закончить игру. Там игра могла закончиться только в три-в три, соответственно, от этого шестая красная, но он у нас был проверенным афом, он мог просто меня обмануть. Первый мне по нулю казался, ну, мне по нулю казалось десятая красным, первый казался мне более красным, но у меня были две сомнения, Голбак составил первого краснее, чем десятый, хотя до этого играл только с десятым. Я, как и десятый, упаковал шестую за то, что она по нулю говорила по пятый. Я думаю, десятый сейчас, честно, Каспер. Я не пытаюсь там что-то покупать. Тебе просто, ну, думай по РФ. Я поставлю в десятый, просто потому, что у тебя больше красных. Так, ребят, а вот и Илюша, принимаете с Космос, на угадайке, будут друг друга голосовать, но я думаю, четвертый черный, очень плохая речь была. Да, я в десять голосну. Ты в десять, да? Да, я в десять. Ну, этот аргумент про то, что там, типа, я до сих пор думаю про лоску, типа, ну, в смысле... Что? Наводин? Че? Типа, если он себя будет пилить, или что, что это? Чего? Чего? Это попил по кругу проголосовали. Вы понимаете, как Мав себя чувствует, ребят? Десятый, вы уже определились, да, я так понимаю? Вы решили, что четвертый раз. Чего мне руку поставили? Теперь, посреди, я должен поставить с вами руку в четыре, да? Слушай, она может быть черная, потому, что он уже ставил себя, помнишь? Ставил себя, и она решила поймать, думаешь? Ну да. Ну сейчас надо послушать какой-нибудь аргумент, почему она в него руку поставила. Не, ну когда тебе четвертый, ты говоришь, что он точно поставит в десять, то твои шансы это поставить в четвертого. Я вообще не понял сейчас. Я еще раз, я сыграл по габлаку, подумал, что, ну, аргумент по первому, что он сказал, типа, семь девять, одного своего мафа он сразу подставил, я подумал, что первый, кто более красный. Че сейчас думать, я не знаю, это десятая пыталась запилить, или десятая думала, что я поставлю, типа, руку, или ты, Каспер, думал, что я опять в угадайке в себя буду ставить. Я просто не понял, зачем в первую ставить руку, если первую больше защищали красным, чем даже тебя, Маша. Я понимаю, что ты должна была в меня руку ставить. Почему? Что означает должна? Я ничего никому, вообще ничего не должна. Игрок номер один. Каспер, алло, сорян, что я у тебя проголосовала просто. Все, десятая черная. Наса была вопроса нормальной логики, голоса четыре. Ты сидел в первой игре на угадайке, у тебя тоже стукнуло поделить? Это было тупо? Это было тупо. Я тоже сделала тупую вещь, просто потому, что я боюсь сидеть на угадайке. Я не умею. Ну, в смысле, я давным-давно этого не делаю и постоянно забываю, как голосовать. Просто голосник четыре по всему завещанию, по всему, что происходило за столом. Все они оставили два. Оставил меня точно красным, три сказал красный ты, что я больше красный. Голосник четыре. А можно... У меня черных мувов вообще нет. А можно на магистрейтах заблюрить Машу после этой речи вообще на угадайке. Это что вообще сейчас было? Маша, сидит Маша на угадайке двум челом из опын квалы. Четвертый черный? Что в этой игре, блин, скажешь? Аргумент, я что-то меня так лоску сбил, когда он сказал, что мы могли выиграть на ТФ3. Я до сих пор сижу об этом думаю теперь. Блин, да в другую руку, в другую руку Каспер. Вот туда. Да, да. Господи, ты сказал... Ура! 4-7-8. Слушайте, но логика мне очень нравится. Логика это мафия. Слушай, я сыграл, мои красные цвета были 4. 7-8, да? 8-7. И потом в конце я подумал, наверное, два красные за то, что 10-ую подозревал. В принципе, если бы не взял бы 2. Не, вы прикиньте, Илюша говорит на угадайке, что собирается голосовать в космос. Точно! Космос, который Габлак и РФ вместе завещали красного Каспера, голосует в Каспера, и игра еще и пилится. А потом на оправдательной речи космос говорит, что она ничего не знает, она без дупля вообще. Вот, она делала глупость, проголосовала впервые, объяснить, почему не может. И после этого Каспер подумал, что маф из них 2 все-таки Илюша. Вы понимаете, насколько это мощная была сейчас угадайка, ребята? Эта угадайка была выиграна, когда она не должна была быть выиграна вообще. Это огонь. Сейчас голосование за MVP вот тоже смотрю, интересно, как проголосуют. Не, ребят, я тут предлагаю, можно вообще спокойно, мне кажется, притопить немножко за Каспера, за эту угадайку, потому что угадайка была... Ну, по уровню, знаешь, что этот MVP... Он в угадайке проголосовал, после того, к нему проголосало 10. Да, он проголосовал оба раза в Илюху. Оба раза, после того, как его 10-ая голоснула. Не, это довольно уверенная, мне кажется, MVP, действительно. Причем, я не знаю, мне казалось, что 10-ая черная, скорее всего, потому что он уже пилил, и было видно, что он за голову держится тогда, и он как бы готов был проголосовать. В общем, ну, круто, круто. Блин, я в расторге, прям вообще. Я не попал ни в один цвет, на нулевой круг, прям тройку черных назвал. Блин, прикольно. Это странно было немножко то, что видишь, на самом деле, когда на турнире, вот мне кажется, в этом плане, знаешь, типа, формат PlayMafia Invitational, он довольно крут именно тем, что, когда ты играешь, допустим, турнир, на котором 20 игр, да, то мотивация играть в простые версии, она высокая, потому что за 20 игр, на дистанции, простые версии побеждают какие-то странные версии, где мафия, там, изобрели, короче, что-то, да, вот, и ты винрейт имеешь больше на красной, если ты играешь в простые версии, но когда у тебя 6 игр, а мафы бывают такие, что, типа, там, ну, действительно, не все тут игроки, как это сказать, короче, некоторые игроки могут придумать какой-то абсурдный замут, который сработает потому, что, типа, там, какой-то RF подумает, что черные бы так никогда не сделали, вот, поэтому, черная команда была 4, 7, 8, и логика еще и была доном, так что, блин, бедная Мишутка, конечно. А, она нашла шрифа первой ночью, короче. Да, да. Динамику давал, скорее всего, 7 на любой круг, я думаю, вот эта проверка плюс 3. Из этого он сыграл в 2. А она у них на статике могла даже стоять, нет, разве, думаешь, не могла? Зачем давать статику здесь, если лучше послушать и дать точно наш, ну, верят на шрифы. Но это игровое, ну, то есть, здесь нужно реально слушать и давать убивать шрифа. Зачем, как бы, вот, сидеть с этой статикой и потом, блин, понимаешь, что стреляешь, не шриф, уже потеть. Да, есть такое. Короче, этот, слушай, мне такое предложение, может быть, это голосование по MVP, тебе нужно отбирать людей и какой-то, там, пять человек туда ставить. Я думал, на финал сделать так, что у нас будет, короче, 50 на 50 голосований, 50% будет голосовать чат, а 50% будет голосовать кто-то из спортивно-мафиозников, которые, ну, короче, ты понял, чтобы у нас было и голосовать, глаз народа и глаз, так сказать, палата лордов и палата общин, чтобы голосование проводило. Я, да нет, это какая палата лордов? Слушай, профессионально, вот смотри, у меня там куча медалей, я назвал три уверенных цвета красных, это тупо тройка черных. Так не, ну, причем здесь это? Я отошел, не слушал речи 1-2, но это не влияет сильно. но ты же все равно, например, там, по итогам этой игры ты можешь для себя посидеть, посидеть, подумать и там, например, сказать, да не, пофигу, не важно, что там Каспер на угадайке правильно проголосовал, это не важно, ты считаешь, что MVP другой игрок, по целому ряду аргументов своих там типа, ну, то есть, знаешь, там, как, ну, условно, если бы ты был судьей на турнире, ты же, скорее всего, бы правильнее решил, кому добавить баллы, чем условно я, когда у меня, ну, у меня опыт там, в 50 раз меньше сыгранных игр, чем у тебя, понимаешь, то есть тут такая логика. Ну, не девальвируйте, ну, да, ну, короче, вроде бы по идее, да, но по-разному. Просто смотри, вот получается, я не думаю, что MVP это сильно влияет, пока турнир, значит, он является... Смотри, у нас было за 8 игровых дней, у нас было 3 отборочных финал, 3 отборочных финал, за первые 2 Play Mafia Invitational у нас только один раз, один игрок оказался выше, чем другой игрок, по голосованию MVP. Во все остальные игровые дни голосование MVP не могло бы, в принципе, не, ну, я не про это, смотри, представь себе, короче, что ты вот спортсмен, ты играешь в турнир, и тебе важно признание, ты спортсмен, ты играешь уже там на публику, смотрят люди, и им без разницы, как ты что делаешь, они просто за друга голосуют, и говорят, допустим, вот там в странах СНГ, там кумовство, там вот это вот всякие вопросы политические, там, ну, скажем так, вот взаимоотношения с людьми, так а что сетовать, люди голосуют, ну, не по игре, ну, как, допустим, можно голосовать за игроков, которые не успели себя проявить, так как те, кто остался в конце, например, просто потому что друг, потому что нравится, тогда это не MVP, это просто кто больше нравится, за игру в этой игре, то есть красивая девочка, тогда это уже, наверное, такое, ну, просто, я не знаю, может быть, не надо критиковать, но тогда смысл, просто не говорить об этом, или что, не норма. тут смотри, тут несколько факторов, они заключаются в том, что помимо того, что, типа, ну, голосование проходит, кто ты считаешь лучше всех сыграл, раз, и два, кто бы ты хотел, чтобы, например, прошел финал, то есть, кого бы ты хотел видеть в финале, потому что зачастую, мне кажется, все-таки, когда турниры, ну, турниры по мафии, да, и оценка, в принципе, мы сколько не обсуждали, да, она же до сих пор, даже на турнирах, довольно субъективная, ну, то есть, там есть объективные, например, показатели, да, кто выиграл, кто проиграл, голосовал, кто за кого, и так далее, но есть факторы субъективные, и допы, например, на турнирах, они судьями выдаются относительно субъективно, относительно того, как сам судья оценивает, У нас бывало много раз, на самом деле, вот кто-то пишет в чате, что зрительское голосование играет роль фан-база, да, но смотри, очень часто у нас выигрывали голосование именно спортивно-мафиозники, вот, и благодаря зрительскому голосованию, например, вот, Тихий Закат стал фаворитом очень многих зрителей. Две на восемь, одна на девять, я в первой половине стола вообще не сижу. В ЛС, смотри, там никто не мог выиграть 3-3, я это сказал просто, чтобы мирных запутать, не тебя, зачем ты на это четыре речи тратил? Да, я так сбился, а мне кажется, мы могли, подожди. Нет, мы никак не могли. Три руки было бы в два, два, три, два, три, десять. И потом, скажи, зачем ты потом вывел логику, а не меня, объясни. Первый же мог потом в логику не сыграть. Не знаю, я что-то, я так сбил, то, что ты сказал, ты не представляешь, у меня просто... Я же красных сбил, я смотришь? Маша, мы с 22 смотрим угадайку, на которой сначала ты голосуешь в Каспера, которого тебе завещали второй и третий абсолютно красными, после чего ты, обрати внимание, ты Касперу и Илье в угадайке говоришь, ребята, я на этих ваших угадайках ничего не умею, я вообще без дупля голоснула в первого, и вот это вся речь, понимаешь? Так игра победа города. Я тоже думал, Космос, блин, черный, подумала, что Каспер опять в себя проголосует. Что он в себя проголосует, и после этого Каспер, понимаешь, берет и голосует второй раз подряд в Илюшу, и это вообще было... Я даже больше завещания оставлял для Космос. Первый точно красный. Так она его поперетись захотела. Секунду, Каспер, можешь тебя попросить? Ты будешь тянуть карту, можешь тебя попросить? Вот нижний ряд карты есть, и вторая справа. Если они принципиально, можешь ее выбрать? Я после игры объясню, для чего. Это без разницы. Нет, нижний ряд, вторая справа. Окей? Если не принципиально. Все окей. РФ до игры уже готовит игру в один, если что. Он уже знает, что там будет дон, он как его попковать. А там на самом деле неважно, ну, то есть, из какой карты ты тыкаешь, у тебя определена карта, которую ты достанешь. Ну, понятно, но уже подготовка к игре против один есть. Так, ребята, давайте. Всем приятной, хорошей игры. Последняя игра, шансы на выход есть у всех. Даже у Лоску. Вот, поэтому все, давайте. Фух, что, будет черненькая или нет?